Большинство из нас уверены, что плавленый сыр это субпродукт и что его лучше не покупать. Оказывается, что плавленый сыр более качественный, чем любой другой сырный продукт. Хотя и к его выбору нужно подходить с умом. Как именно, об этом расскажет наша рубрика «Знак качества». Этот продукт хотя бы раз в жизни кушал каждый из нас, потому что он вкусный, поживный и доступный. А это качественный. Мама идет о сыр вершковый, плавленый. За государственным стандартом для выготовления такого продукта, виробникам позволяется использовать молоко, сухие вершки, масло вершковое и твердые сыры. У каждого виробника своя собственная рецептура выготовления плавленого сыра. Но у каждого из них обязательно присутствует этот ингредиент – соли плавители. Наявность этого ингредиента в составе сыра плавленого очень часто отмечает покупателей. Втім, дарма. Цей компонент надаёт продукту необходимой консистенции, и без него выготовить знайомый нам сыр на маску неможливо. Загалом, этикетку варто вивчати дуже уважно. Бо это своередная визитивка и продукту, и виробника. И чем она качественнее, тем больше хочется доверять такому продукту. На маркировке обязательно нужно указать на именование продукта, его состав, энергетическую ценность, белки, жиры, углеводы, а также адрес производителя и штрих-код. Кроме того, пакування сыра. Воно має бути герметичным. Зверніть увагу на те, де розташований товар. Найкраще сыр вершковый почувається на нижних полицях холодильников. И останнее. Не купуйте плавлений сыр в пластиковом пакуванні, на дні якого можно побачить літери ПС. Это означает, что тару выготовили из полістирола. Матеріалу зберегать продукты, в яком в многих европейских странах уже заборонено. Пластиковая емность для сыра має бути полипропиленовою. На дії дні мають стоять літери ПП. Чи є у перевірених зразках рослинный жир, дивіться сьогодні у програмі «Знак якості» о 12.15.